Всю практику на протяжении шести лет он занимался только медитацией. И через шесть лет Гампопа и вправду досяг состояние Будды. И тогда он уже осознал, что теперь он и вправду готов давать учения другим. И тогда он пошел в Дагвагампо и оставал там монастырь и дал учения стольким людям. И развеял все заблуждения, которые только могли быть. Все ученики собирались там в Дагвагампо и у всех у них рассеивались иллюзии, заблуждения, и они совершенствовали в своих добродетелях. Нам нужно вдохновляться таким примером. Мы должны продолжать наше изучение и практику. Если мы попутно можем кому-то помочь, то поможем. Но наш пока что основной фокус – это наше собственное развитие. Даже трехлетний директурит – это просто самое начало практики. Этого не хватает, чтобы быть учителем. Три года – это просто короткий курс. Этих трех лет нужно продолжать практику непрерывно. Если говорится, Духовный учитель, пожалуйста, передай мне обеты ботхисаттву, обеты этической дисциплины ботхисаттв. Совершенствии полностью. Этих трех лет. Повторяем, вслед за римбаче, освежаем нашу визуализацию. Впереди нас Будда Шакьямуни, единый с нашим коренным гуру. В окружении всех ботхисаттв, защитение кого-то харма. И ощущаем их присутствия реально перед собой пространство и перед их лицом. Читаем эту просьбу. Вслед за ламой. Лопон Гонгсу Сол. Лопон Ги, Дайла, Жанчу Сенпе, Султрым Ки Донпа, Ян Дакпар, Лангва, Нюрду Цалду Сол. Второй раз повторяем. И третий раз повторяем эту просьбу. Мы должны изглублено нашего сердца искренне чувствовать эту просьбу. Мы попрошаем даровать им обеты подключить это действие. Пожалуйста, даруйте, учитель, даруй мне обеты подключить это действие. Фокусируемся на будди. И третий раз. Лопон Гонгсу Сол, Лопон Ги, Дайла, Жанчу Сенпе, Султрым Ким Донпа, Ян Дакпар, Лангва, Нюрду, Цалду Сол, Лексо. И дальше есть серия вопросов в тексте. Например, когда Лама получал гражданство Штатов, тоже его спрашивали в иммиграционной службе много вопросов. Например, какая сторица страны и подобные вопросы. Сколько Штатов в Америке и так далее. И здесь, таким образом, тоже в тексте есть вопросы. Готовы ли мы получить такое вот гражданство Батхисаду, условно говоря? Понимаем ли мы смузь лабетов, которые мы приняли? Риги-бу означает рожденный в семействе Махаяны. У всех у нас есть природа Будды, но у некоторых она пробуждена, а у некоторых нет. И некоторые у кого... У всех есть природа Будды. И наша природа Будда должна быть готова, подготовлена к раскрытию, к практике. Тогда мы принимаем обетоприбирующий, обет иммелянина и далее обет Батхисадовы. И вопрос такой. Лама спрашивает у нас, являешься ли ты Батхисадовой? Вопрос, являешься ли ты Батхисадовой, означает, зарождаешь ли ты, зародил ли ты в себе в пище-то вдохновение. И мы отвечаем, да, благородный, я зародил, я Батхисадова. Мы отвечаем, Будда спрашивает нас, являешься ли рожденным в семья Махаяны, являешься ли ты теперь Батхисадовой? И мы с большой уверенностью и радостью отвечаем облагородный, да, я Батхисадова. Сейчас Лама спросит нас по-тибетски, это вопрос, и мы тоже по-тибетски ответим ему. Или по-русски это сейчас посмотрим, на каком языке отвечать, тоже ответим. Главное сейчас читать, говорить с большим вдохновением, искренностью. И теперь по-русски все вместе хором говорим, да, мы теперь Батхисадовы. Я буду читать в первом лице, то есть говорим, да, я теперь Батхисадова. Далее второй вопрос. Лама нас спрашивает. Будешь ли ты читать благоприятные, вдохновенные молитвы для достижения просветления? Вопрос такой. Прочитал ли ты молитвы вдохновения для достижения совершенного просветления? И мы теперь отвечаем, да, я эту молитву прочел, вдохновение, и буду и дальше ее читать. Дальше вопрос. Будете ли вы... Будда спрашивает у нас. Будете ли вы изучать священные писания, которые объясняют образ жизни Батхисадовы, сутры Махаяны? Будете ли вы изучать эти священные писания? Есть столько учений, которые дал Будда о пути Батхисадовы, столько много сутр, и столько комментариев к этим футурам написано великими учителями. Сейчас мы ответим, что, да, некоторые я уже изучил, и буду продолжать изучать их дальше. Например, драгоценное украшение освобождения. Она учит все об опыте Махаяны. Весь путь Махаяны изложен, подрагоценное украшение освобождения. И также другие сутры Махаяны. Мы беремся, когда по-тибетски скажем, лаблаг, означает, мы имеем в виду, что да, я уже некоторые священные писания Батхисадова уже изучил, и буду продолжать их повторять и изучать новые. Все вместе мы говорим, да, облагородные, я уже изучил некоторые писания, и буду продолжать и повторять и изучать новые. Следующий вопрос Будда спрашивает у нас, будете ли вы изучать путь жизни Батхисадовы? Будете ли вы применять на своем жизненном пути морально-этическую дисциплину Батхисадова? Будете ли вы практиковать шесть парамид? Потому что то, что мы берем бета-батхисадовы, означает, что мы принимаем обязательство практиковать шесть парамид. Парамиды щедрости, морально-этическая дисциплина, терпение, радостного усердия, медитации, мудрости. Продолжение следует... Сейчас вот этот вопрос, который последующий. То есть беремся ли мы будем практиковать Батхисадов действия шесть парамид. И сейчас мы ответим да, я буду практиковать шесть парамид. Я буду практиковать путь Батхисадов в своей жизни. все вместе хором говорим да, облагородный я буду практиковать путь Батхисадова в своей жизни. И если мы смогли ответить на эти вопросы без сомнений с частым умом, то нам нужно возрадоваться, потому что теперь мы свободны от всех препятствий на пути к просветлению. Потому что сперва мы зародили интерес про эти бета Батхисадова. И сейчас сказав утвердительно да, я Батхисадова, означает, что я зародил в себе вот ищет вдохновения. Дальше на вопрос изучали ли мы учение Батхисадов. Мы сказали да, я уже изучал и буду изучать дальше, потому что я очень заинтересован в практике Батхисадова. Батхисадовы фактической дисциплины Батхисадов. Таким образом, утвердившись в наших ответах, мы выразили свою готовность и намерение получить обеды Батхисадовы. Поэтому нам следует теперь искренне возрадоваться этому. Если мы изучали третью главу выключали аватары, там говорится, я был в самсаре уже долгое время, и теперь я получил такую возможность освободиться из самсары. я подобен слепцу, который нашел драгоценный камень скрытый в грязи. Настолько же нам повезло получить эти обеты, найти Батхисхита. учение Батхисхита подобно воде из океана молочного гектара. Мы практикуем ее и вправду поймем, насколько Батхисхита драгоценно. Далее мы снова делаем подношение, визуализируем Буддушек Амунии, окруженного всеми Буддами, подвесцами, защитниками Дхарму, и мы подносим всем Буддам подвесцам, я подношу вам гору меру четыре континента и острова в мандале миллиарда вселенных, украшенные всеми видимыми подношениями. Пожалуйста, прими их и даруй мне совершение прямо сейчас. Круглые услуги я не накопил путем простирания и подношения раскаяния, сорадования, молитвы и просьбы. Я посвящаю все ради блага всех живых существ. Будда спрашивает у нас. Недавно рожденный в семье Махаяны. Теперь ты, Бодхисатва, под таким-то именем мы можем использовать каждый из нас наше имя, которое мы получили по принятию прибежища, Дхармова имя. И мы теперь говорим да, я вот под таким-то именем мы можем использовать даже Дхармова имя. Да, я вправо заинтересован в принятии обетов Бодхисатва. Будда не может нас заставить эти обеты принять, мы должны выразить свое собственное желание, свой интерес. Мы добровольно принимаем эти обеты, мы добровольно работаем на пути к просветлению, потому что мы заинтересованы избавиться от страданий. И практика вот ищит это абсолютный полный путь, абсолютно полный путь к достижению просветления. лама просчет нас вопрос, на котором мы отвечаем до лак, означающий да, я готов принять обет Бодхисатва. Говорим да, я, можем назвать наше Дхармова имя, я готов, я хочу принять обет Бодхисатва до лак, лэксо, Далее мы снова делаем подношение, визуализируем будущее коммуне в окружении Бодхисатв и подносим Мандулу всей Вселенной. Я подношу вам горую меру континентом острова Мандули миллиардов вселенных, украшенные всеми победимыми подношениями, пожалуйста, прими их и даруй все совершения мне прямо сейчас. Какую заслуги я накупил путем простирания подношений и раскаяния сорадования просьбы и мольбы, я позвращаю ради блага всех живых существ. Ну и далее мы переходим в данный момент мы должны сделать максимально можно подношений ламам лама будет когда лама нас спрашивает нам нет необходимости повторять за ламой его вопрос мы можем просто сказать до лак что означает да, я буду или когда лама говорит табиенго мы повторяем лексо хорошо да будет так сейчас визуализируем будущие кемуни окруженного линии преемственности учителей защитников дхармы опять же перед всей визуализации мы принимаем объект ботлисатва визуализируем что это Продолжение следует... Продолжение следует... Называет благородный ученик по такому-то имени. Продолжение следует... Также является основой практики всех бадхисаттв будущего. И та же морально-этическая дисциплина является основой практики всех бадхисаттв, обитающих во всех десяти направлениях. Бадхисаттва прошлого, тренировавшаяся на основе морально-этической дисциплины, бадхисаттва будущего, которым еще предстоит пройти это обучение, и бадхисаттва, обитающие в десяти направлениях в настоящем времени, которые сейчас тренируются на основе морально-этической тренировки бадхисаттва. Вся эта морально-этическая дисциплина подразбивает под собой воздержаться от негативных действий и вовлекаться в действия, которые помогают, которые... То есть три аспекта этой морально-этической дисциплины. Первое – избегать всех причинствований, негативных деяний. Второе – накапливать все совершенные качества и вовлекаться в добродетельное поведение. Мы должны убедиться в том, что понимаем мучения и выполнять практику на их основе. И далее, третий аспект – наносить пользу всем живым существам. Эти три аспекта очень важны в морально-этической практике бадхисаттва. То есть первый аспект – это воздержаться от недопродетели. Второе – накопление добродетелей и хороших качеств. И третье – делать это все на благо всех живых существ. И учитель спрашивает, ученик, хочешь ли ты от меня принять эти обеты бадхисаттвы? Мы отвечаем, да, я хочу. Та тибетская фраза, которую мы короткую скажем, означает, да, Будда, я хочу. Я готов эти обеты сегодня принять перед твоим лицом. Давайте еще раз освежим визуализацию. Искренне прочувствуем присутствие Будды в бреде настостанстве. Что мы получаем эти бадхисаттвы непосредственно от самого Будды. С большой преданностью Буддам и бадхисаттвам, с искренностью мы принимаем эти обеты. И почти сейчас прочитаю эту цитату, которую мы только что разбирали. Искренне прочувствуем. Рестрение. The moral ethics of accumulating virtues and moral ethics of benefiting sentient beings. Do you want to accept these? Благородный ученик, принимаешь ли ты сегодня? Мы все вместе с другим говорим «Я», наше Дхарма, и мы говорим «Я готов подать диабет». Благородный ученик, принимаешь ли ты сегодня? Благородный ученик, принимаешь ли ты сегодня? Благородный ученик, принимаешь ли ты сегодня? The buddhisattvas of the future who will be trained, the buddhisattvas abiding in the tenderation in the present, who are being trained on the basis of those trainings and moral ethics. All the moral ethics are the moral ethics of restrain, the moral ethics of accumulating virtues, and moral ethics of benefiting sentient beings. Do you want to accept these from me as a buddhisattva through the name of Kunchak Jalsen? Yes, I want to. Yes, I am a buddhisattva in our name, and I take these from me. And again, we have our visualization. We have our visualization of the buddhisattvas of the future, and all the leaders of the future, and all the leaders of the future, and the buddhisattvas of the future. We have our visualization of the future, and we have our visualization of the buddhisattvas of the future. And I want to. And I want to. And I want to. Yes, I want to. Yes, I want to. I want to. I want to. I want to. And I want to. And I want to. Теперь мы три раза это повторили, и далее в завершении есть шесть подразделов. То, что мы предали сегодня обеда Батхисаттв, это является само по себе грандиозным подношением всем Буддам, потому что Будды глубоко заботятся о том, чтобы живые существа избавились от страданий. И как только появляются индивиды, принявшие обеды Батхисаттва, чтобы помогать другим существам, то Будда очень срадуется. Даже если одно эгидное существо избавляется от самсары, доставляет Будде неизмеримую радость. Путем того, что мы сегодня приняли обеда Батхисаттва, мы сделали, мы очень сильно порадовали Будду. Мы создали сегодня непосредственную причину для освобождения от страданий, для обретения абсолютного счастья. Мы встаем на пути достижения Всеведения, Буддовости. Мы следуем пути для достижения Всеведения. С момента, когда мы зарождаем Батхисаттву действие, этот обед Батхисаттву действие, то благо от этого обеда накапливается непрерывно, каждое мгновение, до тех пор, пока мы этот обед не нарушили. Если мы нарушим обед, то, разумеется, накопление заслуги также прорвется. Прорвется, пронятие обеда Батхисаттва действия сравнимо, если мы положим деньги на депозит в банк. Как только мы положили деньги на депозит в банк, у нас будут накапливаться проценты постоянно, даже если мы ничего не делаем. И сейчас то же самое, зародив Батхисаттву, наши позитивные качества будут накапливаться сами собой, постоянно, до тех пор, пока мы не разрушим этот обед Батхисаттвы. И пронятие такого обеда Батхисаттва – это самое лучшее подношение Будды. Бывает, мы подносим Будды цветы, благовония, свечки. Это, конечно, тоже хорошо, но лучшее подношение для Будды – это именно зарождение Батхисаттвы в нас самих. Стремление областичить состояние Будды ради блага всех живых существ. И теперь мы увлекаемся в активность, чтобы помогать намерениям, деяниям Будды к освобождению всех живых существ от страданий. Иногда на пути мы будем сталкиваться с препятствиями. До тех пор, пока наш ум под воздействием ментальных омращений, препятствия всегда будут возникать. Покуда все ментальные омращения не очищены, постепенно введение препятствий является логичным процессом. Мы должны не задаваться, сталкиваясь с препятствиями. Мы должны еще лишь усерднее развивать Батхисаттву и желать, чтобы все существа обретут счастье, причина для счастья. Пусть все избавятся от страданий и достигнут совершенного просветления. С таким настроем ума мы будем идти по этому пути в состоянии мира и гармонии. Далее говорится, чтобы мы не хвастались тем, чтобы приняли эти обеты, и не хвастались другим, не раздувая наше эго. Что вот я теперь принял обеты Батхисаттвы, теперь я по этому очень специальный и особенный человек. Нет, мы не должны раздувать наше эго ни в коем случае на основе принятия этих обетов. Мы должны оставаться очень скромными. Мы должны на первое место воздвигать всех живых существ. А себя воспринимать, я просто скромный слуга других живых существ. Бывает так, что люди раздувают свою гордыню, говорив, я получил приберующие от такого-то учителя, обетом потенциал от такого-то учителя, я поэтому такой-то особенный ученик. Но таким образом мы только раздуваем свою гордыню, свое эго. Наша цель, наоборот, устранить эго, потому что эго и гордыня – это причина страданий. Поэтому мы должны себя воспринимать самым скромным слугой всех живых существ. Практика морально-этической дисциплины Батхисаттфа – это шесть параметров. Это щедрость, морально-этическая дисциплина, терпение, радость, новосердие, самадхи, медитативная концентрация. И шестое – это мудрость. Мудрость осознавания пустотности. И щедрость – это, прежде всего, щедрость должна практиковаться с радостью, потому что если мы дарим людям улыбку, это тоже щедрость. И когда мы улыбаемся, мы тоже испытываем радость, и другие испытывают радость. Поэтому практика щедрости у нас сопряжена с радостью. Если мы кого-то встречаем и здороваемся с ним, с человеком, с прохожим, и говорим «Привет, как дела? Хороший день сегодня». Улыбаемся этому человеку. Это увеличивает радость в нас самих и в нем. Это отличная практика щедрости. И наоборот, если мы ходим с унылой гримасой на лице, это, наоборот, ухудшает всем настроение. Поэтому нам нужно больше улыбаться. Нам всем следует больше улыбаться. И тогда все в семье будут чувствовать себя счастливыми. Если мы приходим домой с унылой, угрюмой гримасой, то дети будут нас только бояться с таким поражением лица. Поэтому щедрость – это практика радости. Сколько мы бы не отдали, пусть даже совсем немножко, главное делать это с радостью. Практика щедрости – это практика радости. Нужно искренне практиковать щедрость без ожидания вознаграждений за это. Первую параметру – щедрости. И вторая параметра – морально-нореческая дисциплина. Это избегать всех причин страданий. И практика терпения – третья параметра. Есть разные виды терпения. Терпение, если мы сталкиваемся с препятствиями и страданиями. Терпение по отношению к словномеренным людям, по отношению к нам, которые выражают гнев, по отношению к нам, к ним тоже нужно практиковать терпение. Никто не желает злиться, испытывать гнев. По-настоящему никто не думает, вот сейчас я хочу разозлиться и разгневаться. Нет, никто не думает. Но гнев как-то сам по себе возникает под действием причин и условий. Что-то идет не так, как нравится, и у нас проявляется гнев. Все основано на причинно-следственной связи. Все основано на причинных условиях. Это называется взаимозависимостью. Слабость себе, взаимозависимость, означает, что ничего не существует самосущества по себе. Все проявления иллюзорны по своей природе, подобные волнам на поверхности океана под действием урагана. Мы, бывает, видим, что проходит ураган, уничтожает целые деревни наводнениями, а потом куда он исчезает? Сначала был очень сильный ветер. Ветер, вода вместе с комбинацией, подобно такой ужасающей стиле, уничтожают даже веганские цементно-бетонные здания на побережье. Мы можем подумать, как такое происходит. А когда шторм утихает, то мы думаем, а куда он теперь исчез, этот шторм? Он был такой ужасающий, но он исчез потом без следа. Поэтому шторм, он иллюзорен по своей природе. Так же и гнев. Гнев, вспыхивающий под условиями причин в нашем уме, может стать ужасающей, уничтожающей силой, но потом он также исчезает никуда. И гнев, он не только приносит страдания другим. Сам человек, испытывающий гнев, очень сильно страдает. Когда человек испытывает гнев, то в его сердце очень сильная боль. Очень много инфарктов происходит именно из-за гнева. Из-за испытывания гнева. И когда мы практикуем любующую доброту и сострадание, люди будут говорить, что люди, практикующие сострадание, любовь кажется слабыми. Но на самом деле нет. Для такой любви и сострадания нужна невероятная смелость. Смелость, основанная на мудрости. Если кто-то задает причины для страданий, мы должны напомнить, что это условия для страданий. Эти условия и причины являются отражением нашего ума, нашей кармы, которую мы раньше создали. Поэтому любые негативные обстоятельства, на которых мы оказались, мы должны понимать, что мы сами ответственны за то, что мы в них оказались. Бывает так, что мы ощущаем себя жертвами каких-то неблагоприятных событий. Не нужно никогда считать себя жертвой. Если другой человек у нас злится и совершает зло по отношению к нам, и мы бываем чувствуем себя жертвой этого человека, то на самом деле нет. На самом деле мы просто получаем плоды кармы, которые мы сами раньше создали. из-за той злобы, которую другой человек нам навредил, мы очищаем свою же негативную карму, которой мы создали условия для такого действия. И то есть пойдем к тому, что я практикую терпение, очищаю негативную карму, и я способен стать буддой. Это означает, что я могу стать буддой, только лишь практикуя терпение. И поскольку я могу практиковать терпение только благодаря злонамеренному человеку, который совершает мне зло, означает, что этот человек, совершающий мне зло, он является причиной того, что я через практику терпения достигну состояния будды. Поэтому я должен с благодарностью относиться к такому человеку. все является собранием причин и условий. Нам нужна мудрость и смелость. В отличие ты, это источник умиротворения, источник смелости. Продолжение следует... С момента зарождения подкачьито действия, заслуга продолжает... с момента принятия обет подкачьито действия, заслуга этого индивида накапливается постоянно, каждое мгновение. Даже если ум такого человека отвлечен... даже когда такой человек находится без сознания, или спит, или умреботвлечен, то заслуга подкачьито будет продолжать расти каждое мгновение. Это польза для себя. А польза для других... Лавида польза. Польза для других означает, что путем практики подкачьито действия, страдания других живых существ будет исчерпано, и они будут установлены в состоянии совершенного счастья, и их обращающие эмоции будут полностью уничтожены, исхоронены. Те люди и другие существа, которые разлучены с счастьем и сильно страдают, мы будем даровать им счастье. Мы будем стараться делать все в наших силах, чтобы принести счастье всем существам. Это наивысшая заслуга, которую мы можем накопить. подкачьито это лучший духовный учитель, дающий нам возможность достичь счастья и помочь другим избавиться от их страданий. Нету заслуги, сравнимой с этой. Это было краткое объяснение благ подкачьито действия. И мы продолжим объяснение в исчерней сессии. Через два часа мы снова встречаемся. 21.00 по московскому рижскому времени будет вторая сессия. Снова всех вас ждем. Давайте сейчас возрадуемся тому, что мы приняли обеды. Есть три аспекта. У меня есть драгоценное человеческое рождение. И теперь мое драгоценное человеческое рождение принесет такую пользу. Теперь я вновь родился в семействе Будды, в семействе Махаяна. Сегодня я родился в семействе Махаяны, в семействе Будды. Насколько я рад этому, насколько я счастлив. Великий Буддхи Саттв, Лам, Гуру. Сегодня я принял эти обеты. Какая радость. И далее очень важно. Я никогда не опозорю это семейство. Даже под риском потерять свою жизнь. Я никогда не опозорю это семейство Махаяна. Я всегда буду уважать семейство Махаяна и действовать соответствующе ему. И третий аспект. Сегодня перед лицом Будды, Будды, я принял обеты. Обеты Будды Саттва ради блага всех живых существ, включая благов и полубогов. Ради блага всех живых существ, чтобы установить их всех в состоянии просветления. И на пути к состоянию Буддовости я приглашаю всех вас быть моими дорогими гостями. Я буду практиковать по отношению к вам щедрость, терпение, морально-натическое поведение. Все живые существа, пожалуйста, будьте счастливы. Насколько замечательны такие намерения. Это, в принципе, послание об воскречении аватары. Шантидева говорил об этом. И Баче просто повторяет то, что уже говорил Шантидева. И прочтем мантру Ваджасатвы на случай, если мы допустили ошибки, чтобы их очистить. мантру Ваджасатвы. Субтитры создавал DimaTorzok Мантру Ваджасатвы. Мантру Ваджасатвы. Субтитры создавал DimaTorzok Мантру Ваджасатвы. Мантру Ваджасатвы. И теперь прочтем молитву посвящения заслуг. Читаем молитву посвящения заслуг владыке Читана Сунгона. Я не буду переводить ее на русский язык. Мы можем прочитать и на том, и затем, на котором нам это привычнее. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...